Программа выходит при поддержке областной клинической больницы. Областная клиническая больница. Ваше здоровье. Наш престиж. Анна Тихоновой. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Огромное вам спасибо за то, что нашли время и пришли к нам сегодня в студию. Как дела, как настроение? Спасибо за приглашение. Для меня это было очень неожиданно и очень приятно. Здорово. Анна, расскажите, пожалуйста, пару слов о себе. Как давно вы работаете психологом и как вы пришли в эту профессию? Пришла я в далеком, не знаю, в 2011 году я уже начала практиковать. А пришла немного раньше, когда начала обучаться. Ну, можно сказать, с 2009 после рождения сына я решила поменять свою судьбу. Поняла, что не все так хорошо получается, как хотелось бы. Надо учиться. Вот и пошла разбираться. И так увлеклась, что до сих пор ежемесячно посещаю обучающие программы. Здорово. Конечно, эта профессия необходима сейчас в нашей жизни, в современной. Как известно, да, мы живем в таком сейчас мире, нестабильно, можно сказать. У людей много стресса, тревоги. И очень часто бывают такие случаи, когда люди находят, например, какой-то недуг в себе, ходят по врачам, но с анализами, в принципе, все нормально. И тогда уже врачи отправляют этих пациентов к психологам, да, то есть к вам. Часто ли вот у вас такие случаи бывают, когда человек приходит и говорит, я сдал все анализы, обошел всех врачей, съездил там в разные страны, города, а моя проблема не решается? Очень часто. И я благодарна тому, что врачи сейчас тоже идут в ногу со временем и понимают, что не все лечится таблетками, а очень много проблем у нас именно в голове. И поэтому разбираться надо с головой. Так как я работала сначала в клиниках, сотрудничала с гинекологами, то первоначально очень много было клиентов с тем, что не могли забеременеть. Я долго работала с этим, а сейчас уже, ну как бы, и на другие темы начала. Так, и расскажите, пожалуйста, что же такое психосоматика и как психосоматика влияет на наше физическое здоровье? Психо – это душа, это наша психика. Сома – это тело, и это неразрывная связь. Не бывает психики без тела и тела без психики. Это тут идет взаимная такая интеграция, и мы, если болеем, мы чувствуем себя плохо, и иногда мы чувствуем себя плохо, потому что болеем. Здесь нету, вот нельзя разделить. И я бы хотела сегодня еще развенчать такой миф, что психосоматика – это такое линейное, такое вот прямое взаимодействие, что если я сегодня понервничал, то завтра у меня там, не знаю, аллергия высыпет, насморк, температура или еще что-то. Нету такой связи, нету. Обязательно нужно три составляющих для заболевания. Это генетическое расположение, то есть наша биология. И у всех она по-разному. У кого-то слабое место – это желудочно-кишечный тракт. И тогда, когда он волнуется, говорит, у меня медвежья болезнь, мне все время хочется в туалет, у меня там тошнота, там рвота или понос. У кого-то наоборот. Слабое место в организме – это бронхиальные, допустим, легкие бронхи. У них тогда передрасположенность к астме. Нет такого, что если, как раньше еще Фрейд говорил, что есть бронхиальная мать, то есть холодная контролирующая мать, то ребенок обязательно астматик. Наука не доказана, такая прямая связь. Но тем не менее, когда долго идет заболевание и человек лечится, а каких-то продвижений или успехов нет, вот тогда врачи рекомендуют уже обратиться к психологу, чтобы человек не только с самим заболеванием, но и с проживанием этого заболевания встретился. Мы, психологи, помогаем чем? Учим заботиться о себе, прислушаться к своему телу, прислушаться к своим чувствам, обучаем, как проживать эти чувства. Потому что очень много, мы сейчас такое, в наше время живем именно все время в стрессе. И стресс это природой задуманное такое средство, оно, ну как раньше, например, убежал от тигра, забежал в свою пещеру, спрятался там, завалил дверь камушком. Все, ты отреагировал, и тебя стресс уже больше не тревожит. А у нас хронический стресс, мы все время находимся вот от одной ситуации до другой, не отреагируем. И получается, многие заболевания идут из-за того, что нет вот этого отреагированного стресса, хронического стресса. Негативные эмоции накапливаются, и тогда в теле рвется то, что тонко. У кого-то одно, у кого-то другое будет заболевание. То есть проблемы с животом, кроме того, очень часто еще, наверное, встречается зажим в челюсти, возможно, какие-то блоки, да, у людей тоже бывают. Конечно, много разных, и здесь же опять мы рассматриваем, биология обязательно должна быть, да, и среда, в которой человек находится, да, вот на работе, в семье, дома. Как он обходится со своей агрессией. И может ли он, некоторые люди вообще запрещают себя, если я агрессор, я такой плохой, от меня все отвернутся, если я кому-то сделаю замечание, то я стану неудобной и останусь в одиночестве. И тогда мы как бы опять разбираем тему агрессии, что агрессия – это природой данное всем нам чувства, и только люди сортируют их на хорошие, удобные или неудобные чувства, а природа, они даны нам, и они нужны все чувства. И как правильно и экологично ими распоряжаться, это и психотерапия обучается. А если человек, например, осознает, что у него психосоматика, да, какое-то расстройство, это может как-то повлиять на улучшение его состояния? Говорят же, осознанность – это уже полуспеха, да? Осознанность в своем поведении очень помогает для того, чтобы именно корректировать свое поведение, предсказывать свои какие-то реакции в отношениях. Это очень, ну, осознанность – это приносит еще гармонию с самой собой, приносит вкус и радость в жизни, когда человек живет осознанно. Но сказать, что если я буду позитивно мыслить, и я там излечу рак, как многие об этом часто говорят психосоматологи, этому научного обоснования нет. Я буквально накануне читала статью про психосоматику, где там тоже задавали такой вопрос, что если я буду позитивно мыслить, то я там, если я проработаю обиду на маму, то тогда я точно раком не заболею. И ученые, которые проводили эксперименты, проводили вот именно выборку среди больных, они говорят, может быть, есть один случай, который сказал, вот я позитивно мыслил, и я выздоровел, но при этом 100 человек умерло, также позитивно мыслящих, об этом нигде не пишется и не говорится. И поэтому такой факт, как бы в обществе ему солится, что позитивно мыслить, и ты излечишься. Позитивно мыслить помогает хорошо и качественно проживать свою жизнь. Это необходимый навык. Но чтобы он только одним мышлением поменял наши какие-то физиологические процессы в организме, этого нет. Поэтому обязательно психолог работает в тандеме с врачами. Сначала пройти надо эндокринолога, ну или какое там было заболевание пульмонолога, и только совместно уже дальше идти. Просто одними аффирмациями болезнь не излечится. Ну да. А скажите, психосоматика, она может указывать человеку, чтобы он обратил на себя, возможно? 100%. 100% это когда наше тело уже не справляется со стрессом. Когда человек привык, что я сейчас еще чуть-чуть поднажмусь, я сейчас еще выживу, и только потом начну жить, потом расслаблюсь. Наша психика не даст этого сделать долго. Она начнет нас изнутри колбасить и говорит, обрати внимание уже, я тебе уже и так говорю. Потому что мы связаны голова и тело, да? Конечно, да. И тогда, ну вот я всегда своим клиентам говорю, прислушивайтесь к своему телу, все чувства и эмоции живут в теле. И если тело вам что-то говорит, это не просто так, на это надо обращать внимание. А у многих же клиентов, ну как у большинства людей, у них нету чувствительности с телом. К сожалению, в нашей, ну, наверное, не знаю, постсоветской стране, да? Воспитывали так, что не обращай внимания на себя, на свои переживания, вот надо там что-то делать, не плачь, особенно вот мальчики не плачут, да? И человек начинает тогда блокировать связь с чувствами. И такого не бывает, что я вот боль не буду чувствовать, а радость буду. Если он заблокировал чувства, то у него вся жизнь становится такая менее интенсивная, ну, скажем, бесцветная, и это плохо. Это, конечно, беда для психологов. Ага, а вот скажите, бывает ли такое, что именно психосоматические расстройства у человека начинаются на другого человека, когда он общается с кем-то неприятным или же живёт с кем-то, да, с человеком, с которым ему некомфортно. И вот какие-то начинаются такие моменты, а когда он меняет просто среду, то это всё может пройти. Конечно, опять же, да, когда человек не чувствителен к себе, не чувствителен к реакциям своего организма, он тем самым через вот наши чувства мы начинаем понимать свои потребности. Если нам что-то некомфортно, это наша потребность, значит, либо в уединении, там, ну, это надо вот индивидуально, скажем, разбираться будет на сессиях, но это какие-то негативные чувства, это всегда про какие-то неудовлетворённые наши потребности. И если мы их не удовлетворяем, а живём вот опять на надрыв, то рано или поздно это всё равно не закончится ничем хорошим. А к чему это может даже привести? Каким-то стрессом, депрессиям, апатиям? Конечно. Хронический стресс – это всегда… У стресса всегда там тоже есть четыре стадии выгорания. И если человек пропускает первую, вторую стадию и начинает понимать, что, ой, я на третьей стадии, там, ну, когда уже меня… Я уже настолько выгорел, что на работу идти не хочу, что окружающие дома меня там тоже не радуют, то здесь ещё может быть рекомендация отдыха, а если уже человек пошёл дальше, там, ну, в депрессию, упал в апатию, да, то там уже просто вплоть до смены работы, там уже просто отлежаться, отдохнуть, даже полугодовой отпуск может не спасти. То есть даже читала в интернете такой случай, вот у женщины, например, болела голова, потом она переехала вообще в другую страну, сменила круг общения, и, то есть, головные боли прекратились. То есть нужно убрать, вот, да, какой-то источник даже стресса. Она прислушалась к своим потребностям. Может быть, видите, она здесь делает это даже неосознанно. Не то, что вот меня здесь не устраивает, я поеду туда, а просто ей случай помог. Она переехала, и там она уже обнаружила себя лучше. А она могла это сделать и не переезжая, поменять окружение. И работа с мышлением – это основное, с чем надо, на что надо обращать внимание человеку. И когда он приходит к психологу, мы и техники даем, и проговариваем. Вот я говорю, незаконченный стресс, это всегда приводит потом к ухудшению состояния физического. А в кабинете психолога мы и отреагируем эти чувства, и таким образом у человека начинает меняться мышление. И это говорит о том, что не обязательно мне менять семью или страну или работу, и я могу пересмотреть свое отношение к этому. И учиться быть как-то более спокойным, реагировать на эти ситуации. А вот к вам ваши клиенты часто обращаются с такими проблемами, с психосоматическими расстройствами, может быть? И сколько нужно времени, чтобы разобраться в этой проблеме, и этот стресс у человека пропал? Если там действительно психосоматическое расстройство, то требует лечения не менее полугода. Вот не менее полугода, один раз в неделю, консультация к психологу, и тогда мы разбираемся, находим причины и учимся. Самое главное не найти причины, их можно найти за одну сессию, да? Но чтобы человек научился так жить, чтобы он не откатывался, чтобы у него выросли его собственные опоры, для этого нужна поддержка психолога, потому что всё время он приходит и говорит, а теперь у меня вот это, а теперь вот и эта проблема. И когда мы постепенно обучаем, как с этим проблемой обходиться, он уже сам начинает в своей жизни там это применять. А есть ли такие случаи, когда человек может какую-то самопомощь применить и вот это вот всё проработать? С помощью книг, может быть, Ютуба? Эта самопомощь помогает на первой стадии выгорания, когда у человека, самое интересное, первая стадия выгорания начинается тогда, когда у человека всё хорошо, он на кураже, в эйфории, у него всё хорошо, у него нет никаких ещё заболеваний, ничего. Но, тем не менее, именно в эту стадию он пренебрегает отдыхом. А если человек пренебрегает отдыхом, рано или поздно всё равно силы организма, наша физика, она никуда не девается, она ослабевает. И, опять же, там детонка, там и будет рваться, обостряться те самые болезни, которые были генетически расположены, человек расположен. И первая моя рекомендация – это отдых. Как вот говорят все успешные люди, они свой отдых планируют. Это не то, что я там вот программу, проект сделаю, а потом отдохну. Нет, пока я делаю проект, я вот там каждую среду отдыхаю или каждое воскресенье отдыхаю. Но каждую неделю обязательно надо один выходной себе делать, дальше больше. Что касается вот моей клиентки, у меня есть такой яркий случай сейчас. К сожалению, клиентка пришла уже на такой четвёртой стадии выгорания, где она полностью ненавидит уже свою работу. Она работает турагентом за границей, и мы с ней вот онлайн работали. И она говорит, я уже начала замечать, что как только мне приходит какая-то заявка, у меня моя правая рука, которая работает на компьютере, она говорит, отказывает, я не могу её поднять. И это психосоматическая такая реакция. Некоторые слепнут, глохнут на работе, и здесь уже пока ты не уйдёшь в отпуск, или пока ты… Ну, у неё уже такая стадия, что она уже говорит, я принял решение увольняться с этой работы, она уже не может, она перегорела. Вот, и поэтому здесь только либо смена работы, либо саббатикл. Самый длинный отпуск, от полугода и больше. То есть, если человек, например, отдохнёт, а потом опять вернётся на эту же работу, может же опять всё это вернуться, эти психосоматические расстройства? Если он ничего не сделала со своими реакциями на данные процессы, если он пошёл к психологу, к врачу, там, как-то, не знаю, может быть, действительно книжку прочитал, и какое-то переосмысление сделал, ему это поможет. А если это поспал, там, недельку-две вышел, и то же самое, то, скорее всего, раздражаться так же будет, как и раньше. А бывают ли такие случаи, когда человек вроде пришёл к психологу, проработал, да, свои какие-то проблемы, но со временем вдруг возник какой-то стресс, и у человека опять все эти реакции вернулись? Например, там голова стала болеть, какие-то проблемы с животом начались, то есть как рецидив такой, да? Ну, мы ходим к стоматологу, сделаем всю свою челюсть, но это не говорит о том, что у нас кариес со временем не образуется. Так же и с головой, да? Так же и тут. Может быть, какая-то триггерная ситуация сработать, о которой человек, там, 50 лет и не знал, а вот, там, через 50 лет она сработает, и тогда у него будет какая-то, там, не знаю, либо откат, либо какая-то тревожное состояние возникнет. Ну, с этим тоже можно и успешно работать. То есть в этот момент что нужно также принять, осознать и опять начать работать с этой проблемой? Вот именно, не обращать внимания, перестать не обращать внимания. Типа, я вот сейчас там опять напрягусь, и дальше пройдет все. Нет, надо заботиться о себе. Наш организм – это самонастраивающаяся система. Ей надо только помогать, даже мешать не надо. Ну, а вот расскажите поподробнее, как полюбить себя, как помочь себе, чтобы не вгонять себя в такие уже рамки, чтобы не какие-то проявляли серьезные реакции. Ну, вот этот заезженный термин – полюбить себя, да? Что это значит, расскажите. Не знаю, он уже скомен, он набил, и мне не хочется даже про это говорить. Ну, хотя бы просто как-то бережно к себе относиться. Ну, если я не выспалась вчера, ну, почему я не могу себе позволить устроить, зацепнуть там завтра, послезавтра, запланировать его. Это уже не про какую-то там сверхлюбовь к себе, это просто забота о себе. Делать себе приятно, делать, опять же, о своем физическом теле заботиться. Кстати, стресс выводится из организма только через действия. Просто сесть на диване или полежать, стресс никуда не девается. Здесь спорт помогает. Спорт или в кабинете психолога, опять же, какое-то отреагирование через какие-то упражнения. Если, например, у человека был тяжелый день, или же он с кем-то поссорился, и вот у него остались какие-то негативные эмоции, вот расскажите, какие есть методы, способы, такие самые простые, чтобы человек как-то разгрузился. Ну вот, например, я знаю, подушку побить элементарно, может быть, покричать где-нибудь в горах. Что еще эффективно? Самое важное – это признать свои эмоции. Не сидеть такой, я злой, непонятно почему, потому что там Ирка какая-то, а вот что? Вот сесть и отсканировать себя, что со мной происходит? Что я сейчас? Я злюсь. Что еще? Я в ярости, я в обиде, еще какое-то. Вот эти чувства прямо отсканировать и проговорить. И когда мы чувства эти проговариваем, мы их осознаем, признаем, у них уже градус накала снижается, они уже перестают нас так сильно изнутри, ну скажем так, колбасить. И поэтому, признав эти чувства, следующий шаг, а что я могу с этим делать? Если я злой, ну да, покричать подушку, попинать подушку, порвать просто бумагу, почиркать на бумаге. Любое физическое действие, оно приводит к отреагированию. А скажите, а кто чаще к вам обращается, мужчина или женщина, вот именно с такими расстройствами, с психосоматикой? С психосоматикой? Ну, вообще, я как бы, наверное, все-таки больше женский психолог, и поэтому ко мне все равно процентов, наверное, 90 – это женская аудитория. Поэтому я не могу точно такую корреляцию произвести, где, с какими проблемами. Но ко мне приходит именно бизнес-женщина, бизнес-вумен, у которых проблема выгорания, я считаю, как и у мужчин сейчас тоже, тоже на первом месте. Как вы считаете, надо ли людям просто приходить на консультацию, просто поговорить с психологом, чтобы уже не дотягивать до каких-то таких негативных моментов, чтобы не было серьезных уже таких расстройств, психосоматических? Ну, я однозначно скажу, да, потому что, когда мы ходим для профилактики к, не знаю, к стоматологу, к гинекологу, мы намного уменьшаем риски каких-то серьезных заболеваний, так же, как в материальном плане, так и в плане времени. И если мы будем ходить к психологу, там, не знаю, с регулярностью, ну, там, всегда сначала прийти на терапию, пройти какой-то курс, а дальше, если нужен поддерживающий, там уже регулярность в паре с психологом определяется индивидуально. Но прийти хотя бы на одну-две встречи и сказать, что меня что-то беспокоит, и увидеть реакцию после первой встречи уже человек получает облегчение, почему бы этим не пользоваться? Ну, конечно. А сейчас люди, я так думаю, стали более положительно, да, тем более относиться к психологам, стали, наверное, чаще даже обращаться и помогать себе. Вы наблюдаете такую тенденцию? Конечно. Не сравнить, когда был 2011 год, и я начинала, и это были такие прям, ну, тогда больше как-то о детях заботились, еще детей приводили, а сами считали, что они сами все справятся. То есть сейчас как бы тенденция про то, что и у меня могут быть проблемы, и я хоть взрослый, и там, самый умный, но обратиться за помощью не лишне. Сейчас психосоматологи, они как бы тоже разрабатывают свои разные теории, и, не знаю, может быть, имеют место быть, что они рассматривают абсолютно линейные связи, да. Если у тебя болит горло, значит, ты кому-то что-то не сказал. Если там, опять же, у тебя астма, значит, у тебя там контролирующие родители. Ученые, опять же, доказывают, что прямой зависимости нету прямой связи. Это просто какая-то, наверное, такая модная хайковая теория. Потому что доходит до того, что в интернете я однажды наткнулась на тоже такой симптом, что если у тебя врос ноготь на большом пальце там ноги, это значит, ты куда-то не хочешь идти. Для меня это было вообще абсурд. То есть самое главное, это прийти уже к профессионалу и разобраться, да, вот именно со своей проблемой, из-за чего эта реакция такая возникла. Конечно. И у каждого она будет индивидуально. Поэтому и надо ходить к врачам, к психологам, к специалистам, для того, чтобы индивидуально разобраться. У кого-то при стрессе будет болеть голова, и непонятно, почему, и мы там расследуем это. А у кого-то действительно мочеполовая система. У кого много в жизни стрессовых ситуаций, и они продолжают контролировать свою жизнь, очень часто не наступает беременность, потому что до сих пор считается, что самое лучшее – это стабильность. То есть все контролировать? Контролировать и создавать стабильность – это, наоборот, потеря своей энергии, потеря своего здоровья на то, что мы не можем проконтролировать и сделать. Это иллюзия. Нет этого. А люди года и жизни свои тратят на это. Психологи всегда работают в тандеме с врачами. Поэтому обязательно пройти обследование. Если врач ничего не находит, и он обычно ей говорит, это у тебя в голове, иди к психологу. Когда клиенты приходят и говорят, мне врач посоветовал, можно записаться к вам на прием. И там мы разбираем. Потому что, смотрите, есть заболевания действительно органические, а есть функциональные. То есть орган работает хорошо, да, вот врач обследовал, орган здоров, а вот функцию свою он не выполняет нормально. Вот это 100% психологу. Кишечник здоров, язвы нет, но он ведет себя как-то неадекватно. То понос, то запор, то еще. То есть функционирует непонятно. И вот тогда идет к психологу и разбираться. Не кишечник лечить. Психолог язвы не может зарубцевать, если она там есть. Это делает уже врач. Ну, а вот функция этих органов – это дело психолога. Анна, огромное вам спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студию. Рассказали о такой проблеме, распространенной, как психосоматика. Я думаю, наши телезрители задумаются. Если у них какие-то наблюдаются проблемы со здоровьем, и они никак не могут их решить, то, скорее всего, это проблема в голове, как вы сказали. И ваши рекомендации, советы нашим уважаемым телезрителям. Не пренебрегайте к симптомам своего тела. Наше тело – это мудрый организм. Он всегда дает какие-то сигналы. Прислушивайтесь, не обесценивайте это, не откладывайте в долгий ящик. Огромное вам спасибо и всего доброго. На заседании правительства министр здравоохранения Жаргиният рассказал об эпидемиологической ситуации в стране и мерах по профилактике ряда инфекционных заболеваний. Так, в республике отмечено снижение заболеваемости по 39 инфекциям, в том числе коронавирусной инфекцией, ротовирусной инфекцией, острыми кишечными инфекциями и другими. По словам министра, эпидемиологическая ситуация в минувшем году по инфекционным заболеваниям сохранялась стабильной. В результате проводимых профилактических и противоэпидемиологических мер среди населения республики не зарегистрированы 20 инфекционных заболеваний, в том числе чума, холера, полиомиелит. Однако зарегистрирован рост по 8 инфекционным заболеваниям, в том числе корью, коклюшем, сибирской язвой. В части эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции то она остается стабильной. В течение последних шести месяцев республики ежемесячно регистрировалась от 100 до 400 случаев, что подтверждает круглодичную циркуляцию коронавируса среди населения. В прошлом году в республике зарегистрировано 12 121 случаев COVID-19. С января по декабрь 2023 года заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась в 19 раз. Лучшей медицинской сестрой уходящего года по итогам республиканского конкурса среди медработников названа «Тойган из Басаровна-Болгарина», которая трудится сейчас в городской поликлинике номер 6 Октябрьской области. Общий трудовой стаж героине составляет уже 38 лет. Она стала победителем национальной медицинской премии «Алтенши Пагер» в номинации «Лучшая медицинская сестра отделения первичной медико-санитарной помощи». На медработников среднего звена ложится обязанность по организации контроля за пациентами, осуществлению патронажа беременных женщин после родов, женщин фертильного возраста. Далее медсестра должна держать в поле внимания наличие флюорографических результатов, вести возрастные скрининги, следить за охватом иммунопрофилактикой, обследованием диспансерных больных из старше 65 лет. Это огромный и важный участок работы, где квалификация и опыт медсестры играет главенствующую роль и напрямую влияет на качество медпомощи. За свою трудовую деятельность медсестра Болгарина работала в разных сферах здравоохранения, но всегда ее девизом было «любить людей и помогать им». Казахстанский тяжелоатлет, олимпийский чемпион Илья Алин успешно прооперирован в Национальном научном центре травматологии ортопедии имени академика Нурлана Батпенова после травмы коленного сустава. В ходе тренировочного процесса чемпион получил травму в виде разрыва мениска. Сразу после госпитализации прошел обследование и на следующий день ему была проведена операция. Врач-травматолог ортопед отделения ортроскопии спортивной травмы Асанов Нуржан Мухамеджанович успешно провел операцию, направленную на быстрое и эффективное восстановление здоровья спортсмена. «Самочувствие у меня отличное. Лечение прошло в штатном режиме. Хочу поблагодарить своего лечащего врача Асанова Нуржана Мухамеджановича. Он настоящий профессионал своего дела. Казахстанские травматологи-ортопеды – самые лучшие. Они знают, что такое спорт, знают, как правильно ставить на ноги спортсменов. Так поблагодарил врачей известный Илья Ильин. Сейчас мужчина хорошо себя чувствует и уже получает курс реабилитации, который играет ключевую роль в восстановлении после операции». Областная клиническая больница Туркестанской области является ведущим медицинским центром региона, оказывающим высокоспециализированную помощь населению области. В отделении нейрохирургии оказывается весь спектр высокоспециализированных операций при заболеваниях центральной и периферической нервной системы, дегенеративных заболеваниях и последствиях травм позвоночника. В ортопедическом отделении проводится оперативное лечение наиболее тяжелых заболеваний костей и суставов современными технологиями, как эндопротезирование коленного и тазобедренного суставов. Нашими ценностями являются служение пациенту, приверженность качеству, командная работа и социальная ответственность.